Добрый день, дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вы пришли на лекцию. Мне радостно, что цикл прогмемы «Наш сезон интеллектуального досуга» начинался в январе моей лекции про «Девушек между святками», а заканчивается тремя женщинами, которыми, видимо, я хочу заместить трех богатырей на известной картине. Я постараюсь вас познакомить с тем, кто такие Забава Кутятишна Маринка Кайдаловна и бессмертная Мария Лебедь-Белая. А для тех, кто знает, кто это такие, я приготовлю следующие подоплеки и истории. Но, честно говоря, и я узнавала в процессе подготовки лекции все больше и больше про этих трех персонажей, еще про несколько десятков женских персонажей. И перед нами, как мне представляется, сегодня стоит несколько трудных задач. Понятно, что я не буду останавливаться на том, что такое русский эпос, но мне немножко нужно будет рассказать, да, в пределах каких сюжетов или жанров я работала, чтобы рассказать свою тему. Дальше мне нужно будет познакомить вас с персонажами, с женскими персонажами русского эпоса. Потом найти тех, кто осуществляет тактики слабых, да, и рассказать потом, что такое тактики слабых в моем понимании. Итак, тема лекции Забава Кутятишна Маринка Кайдаловна и бессмертная Мария Лебедь-Белая. Тактики слабых и драмы сильных в русском эпосе. Эпос или эпические жанры, во-первых, считается, что это фольклорные в основном жанры, во-вторых, считается, что это и считается, и бытовали эти произведения в устной форме. Но чаще всего эпос относится к русскому народному устному творчеству, и со словом «народные» у нас есть большие проблемы. Вот я не буду говорить, что эпос народный, потому что вслед за Альбертом Лордом, американским исследователем, который первый открыватель устности и изучения эпоса как устного жанра, я считаю, что этот вид поэзии не следует называть народным эпосом, потому что во многих странах слово «народные» за пределами узкого круга любителей фольклора часто употребляется в уничижительном смысле. Оно ассоциируется с образом недалекого крестьянина. То, что народные повествования используются для развлечения маленьких детей, вообще парадоксально. И мы только теперь начинаем постигать глубокую символику и значение сказок, которые совсем не подходят для детского восприятия. Так что мы точно оставляем в стороне всю продукцию анимационной студии «Мельница». Они просто используют имена, и имена используют не по назначению. Это повод для их собственного творчества. Но даже продукцию «Союзмультфильма» и прочих анимационных студий, адресованную детям, там, где используется сюжетная канва, мы тоже рассматривать не будем в основном. Хотя один мультфильм все-таки у нас слегка мелькнет. Значит, эпические произведения народ называет в основном, исполнители называют старинами. И к старинам относятся и так называемые былины, то есть сказания героического толка, и духовные стихи – это произведения о религиозных сюжетах, и исторические песни про исторических персонажей. То есть все это старинные, события которых когда-то в старину случились. То есть исполнители, в принципе, предполагают, что когда-то это было. То есть это не совсем сказки и не совсем в некотором царстве, в некотором государстве. Но когда-то очень давно, и никто с ними, естественно, лично из сказителей знаком не был, слава богу. Следующая история, которую нужно, пожалуй, про эпос сказать, то, что эпос традиционно считается мужским жанром. И вот с этим тоже мне придется поспорить, но, слава богу, здесь есть предшественники. И Лора Ольсом пишет, что эпическое сказительство, также как древняя сказочная традиция, считались мужской. И эпическая коллизия не только утверждает национальное начало, она утверждает и саму патриархальную социальную систему. В сюжетах о том, как герой завоевывает жену, представлена возможность доминирования как мужского, так и женского родов. То есть они сражаются, и им есть за что сражаться. Но женская родовая линия в результате терпит поражение. Герой непременно побеждает свою невесту-воительницу и таким образом утверждает патриархат. Это сюжет о Дунае и Настасье Миколешне. Ой, одобрение Настасье Миколешне. Но, соответственно, продолжает Лора, нет ничего удивительного, что русская блина считалась учеными мужской традиции. В 1962 году Базанов выражает это общераспространенное допущение так, цитата, героическая болевая поэзия, поэзия мужественного красноречия, возникла в воинских походах, и она, безусловно, рассчитана в первую очередь на мужскую аудиторию. Ну, когда были эти мужские походы, мы вообще оставим в покое. Те, от которых записывали, в общем, никаких таких особых мужских походах не участвовали. Но, по мнению ученых, в тех местах, где мужчины перестают исполнять блины, а женщины начинают преобладать в исполнении этого жанра, традиция угасает. Вот мы пытаемся справиться с этим представлением. И прежде всего, с той позиции этот аргумент использует и Лора Ольсон, и мы будем использовать дальше, что собиратели мужчин поначалу записывают только собиратели мужчин. В силу патриархального устройства нашего общества у них в основном нет доступа к женской сфере в русской деревне. И они просто не войдут в дом и начнут с бухты-барахта разговаривать с женщиной-хозяйкой, которая может с ним что-то поговорить. Они, так же, как Мильман Перри и Альберт Лорд, заходят с мужской стороны. И Перри и Лорд, когда записывали юнацкий эпос, черногорский эпос в Югославии, они работали в кофанах, то есть в кофейнях, и там точно женщины ни одной не было. Ну вот просто в принципе они не попадались, хотя потом сами же они записывали женские песни, в том числе и эпические. И действительно, в конце XIX века в поле зрения собирателей начинают попадаться женщины-исполнительницы, и в какой-то момент количество женщин-сказителей даже преобладает над количеством мужчин-исполнителей в разных регионах. Но даже в этих ситуациях мужчины-собиратели отмечают, что эти женщины поют свои бабьи-старины. У них есть свои сюжеты, и вот они сосредоточились на своих бабьих сюжетах, и про них и трындят. И тут при некотором отдалении мы понимаем, что сами эти бабьи сюжеты отличаются от региона к региону. И понятно, что женщины исполняют полные сюжеты, и там есть и походы, и борьба, и змееборство. Всё это присутствует в сюжетах. Но там есть и вторая часть, о которой мы, собственно, сегодня поговорим, то есть взаимоотношения героя-мужчины с женскими персонажами. И то, что в текстах, в произведениях женщин-сказительниц, так же, как и в произведениях мужчин, есть яркие женские персонажи, как положительные, так и отрицательные. Вот о них мы сегодня будем говорить. О, в принципе, женских персонажах литературы не так много, но Татьяна Александровна Бенштам, известная исследовательница русского эпоса, начала с чудной статьи, вот всем рекомендую, «Добрый молодец и река Смородина». Отлично рассказывает о том, как добрый молодец может стать неудалым, добрым молодцем, если он неправильно себя поведет с рекой, которая явно ведет себя как не совсем река, а совсем как женщина. А добрый молодец вел с ней недостойно. Дальше Татьяна Александровна продолжает эту тему в уже книге героя и его женщины, образы предков мифологии восточных славян. Я уже цитировала книгу Лоры Ольсен и Светланы Адоневой «Традиция трансгрессии и компромисс мира и русской деревенской женщины», и там есть целая глава про жанры русского фольклора и женщин-исполнительниц. И я всячески рекомендую курс Никиты Петрова на Арзамасе, который так называется «Русский эпос». Во всяком случае, с сюжетами мы там можем познакомиться. Но вот то, как себя ведут женщины в русском эпосе, Никита вслед за всеми своими предшественниками в изучении русского эпоса с мужской, в том числе патриархальной точки зрения, немного меня удивил. Значит, в разделе «Второстепенные герои», после того, как Никита Петров перечисляет всех мужских персонажей, после «Калек нищих» и «Коня богатырского» в этом списке приходит очередь жен богатырей. И я прочитаю, это «Принц Крин обычно имеет мерзкий характер, пытаются погубить богатырей, изменяют им. Жена Добрыни ждет его некоторое время, 6 или 12 лет. После этого выходит замуж за Алешу Поповича. Беременная жена Дуная соперничает с ним в меткости, стреляет и побеждает. Мерзкая женщина. Дуная убивает ее, вспарывает ей живот. У него-то характер просто сама милота. Маринка Кайдаловна, став женой Добрыни, получает от него три науки молодецкие. Он отрезает ей губы, руки, ноги. Жена Михаила Патыка превращается в змею и пытается убить героя. Жена Святогора сидит в сундуке на голове у героя и соблазняет там Илью Муромца. В общем, мы можем понять, что все хороши. И, конечно, Никита немного иронизирует в этом месте. И мерзкий характер не только у жен, но, тем не менее, жены богатырей находят свое место только после их богатырских коней. Я попытаюсь как-то справиться с этой ситуацией. И вот это небольшой список тех женщин, которые находятся по спискам личных имен в общем списке личных имен русского эпоса. И мы познакомимся с женщинами-невестами. Это как раз Забава Путятишна, Маринка Кайдаловна, она же Маринка Люта Гроза, с Цавицей Тюсавициной, с Настасьей Викуличной, она же Настасья Лиходеевна. Некоторые из них становятся потом женами. Вот Марья Лебедь-Белая начинает как невеста и превращается в жену. Василиса Микулишна, Катерина Перемятова, жена, книги Проксиния и Авдотья Григорьевна. Это все уже жены с самого начала. И есть мальф матери. Тамель Фатимофеевна, так получается, что, видимо, имя яркое, поэтому она мать нескольких богатырей. Ну, просто имя используется. Она и мама Добрыни, и мама Василия Буслаева, например. Ну, есть такая злота горка. Она мать Сокольника. Про нее, наверное, чуть-чуть расскажу. И есть служаночки, прислужницы в эпосе. И дочери. Ну, некоторые дочери, они же становятся невестами и так далее. Значит, вот приблизительный список. И начнем с девиц-невест. Девицы-невесты обычно достаточно странно себя ведут относительно обычных девиц в русской деревне. Прежде всего, это забава кутятишна, потому что это короткий сюжет, короткая история. И так же, как формулы любых формулы, это такая краткая концентрация смысла, которая затягивает в себя разные наши предположения о том, что бы могла значить та или иная постоянная фраза в эпосе. И мы почему-то знаем такие формулы, как синее море, добрый молодец, красная девица, но всегда пропускаем как формулы именно собственные. Но понятно, что забава кутятишна содержит в себе все объяснения того, кто она такая. во-первых, она предпочитает забавляться, во-вторых, она все путает. И в основном, конечно, интерес к русскому эпосу в визуальном плане – это интерес русского модерна. И вот такие вот картины с красивущими барышнями – это Сергей Соломко. У него целый цикл героинь русского эпоса. Что сделала забава? Тут вставала забава да дот скупеческая. Она свежей водицей да умывалась, тонким белым полотенышком да утиралась. Она Господу Богу да молилась. Она глядела в окошко в косящи-то и сама тому тюд удивилась. Вечеру поздно ложилась, и не было ничего. Поутру рано вставают, три терема стоит. Не брала с собой ни нянюшек, ни мамушек. Во-первых, терем ступила, да соловей в гусли играет. Во-второй терем ступила, да его матушка сидит. Его матушка сидит, да Богу молится. В-третьей ступила, да соловью казну уделят. Добро пожаловать-то гости небывалые. Небывалые гости, да долгожданные. Хоша звать тебя гостью, так не дозватьеса. Хоша ждать тебя гостью, так не дождатеси. А теперь чё-то гостюшка сама пришла. Он уж якоря катал все булатные, он сукну-то сбирал гармозейные, он сводинки-то сводил все дубовые, уж он шеймы-то собирал шелковые, уж он паруса сдымал, да все полотняные. Тут забава, дочка Петяская, догадалась. Догадалась забава, да испужалась. Испужалась забава, стала плакать. На картине не видно, что она сильно испугана. Что забава путает? Забава не должна была удовлетворять свое любопытство без мамушек и нянюшек. Пошла гулять и вошла в дом к молодому мужчине, аж в три терема сразу вошла, без мамушек и нянюшек. И это нарушение правила этикета, по которому, если молодая девушка входит в дом к парню, то она автоматически считается его женой. Это так называемая жена-самоходка. И здесь присутствует Анастасия Каретникова, которая специалист по женам-самоходкам в русском эпосе. Да, матушка там тоже сидит не случайно. Именно матушка и распространит информацию о том, что к ним пришла девка и что она вышла замуж. То есть матушка там не просто так богу молится. И понятно, что соловей не верит своему счастью, что сама пришла, он ее давно дожидался и быстро из терема снимает якоря. Вот интересные терема такие, которые снимешь якорь, и сразу можно в путь, в дорогу плыть. На этом, в общем, история чаще всего с забавой заканчивается. И называется этот мотив самопросватанья. Самый великий грех девиц-невест – это самопросватанья. То есть когда они сами приходят в дом к мужу. Но есть Маринка Кайдаловна, тоже грешна этим грехом, но она еще и колдунья. Тут она просто не дальновидная и не соблюдает своих, не соблюдает этикета. Но она вообще живет неправильно с точки зрения всех. Поэтому мать Добрыни, когда Добрыня уходит из дома, говорит, прежде всего, не купайся в реке Смородине или в Пучай реке. А во-вторых, никогда, вот просто никогда не ходи в Маринкиной переулке. Ну, естественно, сначала он купается, потом идет в Маринкиной переулке, где видит на одном из окошечек воркующих голубей. И тут его берет страшная досада и ярость, и он стреляет в этих голубей. Чего ему так голуби не понравились? Понятно только потому, что голуби – это обнешвление того, что происходит за окошечком. И он убивает Маринкиного дружка милого, отчего Маринка сердится, как ни странно. То есть Маринка сердится и не отдает Добрыне его стрелу. А Добрыня хочет получить стрелу обратно и тоже сердится. Тогда Маринка говорит, отдам стрелу, если замуж пойдешь. Вот Добрыня не хочет, да, то есть если женишься. Добрыня не хочет жениться на Маринке и пытается уйти. Маринка снимает его девятый след, бросает за левое плечо, и Добрыня смиренно возвращается обратно, превращаясь в тура Златоврогова. Да, еще. Вот. И идет девятым туром в то стадо, которое у Маринки в дворе уже пасется. Спасает Добрыню его мать или крестная мать, или тетушка, оказываясь более серьезной колдуньей, чем сама Маринка. Сражение Маринки с крестной матерью полно драматизма. Что они предлагают в качестве аргументов и как ругается крестная мать, студенты первого курса никогда не могут произнести это, ну, то есть прочитать слух, и я не буду. Я еще не достигла того возраста, когда я с такой яростью и свободой могу владеть словом. Крестная мать побеждает в этом сражении, и Маринка оборачивает Тура обратно в Добрыню. И это начало Добрыниной биографии. И с этого момента мы никогда не будем говорить, что Добрыня, как там пишут во всех описаниях, Добрыня богомолен и что-то еще он там, благочинен, ничего подобного. Все, кто читали про Добрыню и Маринку, да, заканчивается-то это все, когда Добрыня оборачивается обратно человеком, он говорит, а теперь будут три науки молодецкие, три науки мужнины, и отсекает ей губы, которыми она целовалась по любовничкам, ноги, которыми она обвивала по любовничкам, руки, которые ласкала, а тело пускает, привязанное к своему коню, в чисто поле. Вот про благочинного и добропорядоченного мужчину с этого момента, по-моему, можно не вспоминать. Дальше Настасья Микулешна. Третий тип девиц на выданье. Она пленится. Или, как поленица удалая, богатырка. С ней сражается Дунай Иванович. И приблизительно также Добрыня иногда знакомится со своей женой Настасьей. В поединке Настасья побеждает Дуная, или это равный бой, и это заводит, собственно, Дуная. То есть вы видите, что полено в руках у поленицы. Достаточно мощная, хотя поленица – это от чистого поля, где она сражается, а вовсе нет полена. Но вот Билибин как-то так визуализировал Анастасию Микулешну. Есть девица Чавица-Тюсавицына. Она, пожалуй, самая смиренная из всех девиц невест. Но только жених у нее, Хатен Блудович. И тут говорящие имя, соответственно, у жениха. А она чаще всего производная от Тюсовой или честной. То есть она дочка очень честной вдовы. То есть она честная в квадрате, а он – Хатен Блудович. И тем не менее он побеждает в соревновании, которое устраивается из сватовства. Там правильное сватовство, ее сватают, но ему отказывают, потому что отец у тебя был. Какое имя у твоего отца? Так что мать говорит, что нет, мы честные. А вы из, он какой в фамилии? Поэтому не бывать этой свадьбе. Но Хатен Блудович побивает там всех, кого можно побить, впадает в ярость и берет себе все-таки в жены Цавицу-Тюсавицыну. Так, ну и Мария Лебедь Белая, о которой будет, мы с ней подробно сегодня познакомимся, но это невеста, которая тоже начинает с самопросватанья. Но поначалу она не совсем человек. Он увидел белую лебедушку, она через перо была вся золота, а головушка у нее увивана красным золотом и скатным жемчугом усажена. Вынимает он поток из науш на свой тугой лук и стреляет, естественно, в эту лебедь. Она успевает превратиться в девушку и, видимо, отскочить от летящей каленой стрелы. Провещается ему лебедь белая, а ты поток, Михаила Иванович, не стреляй ты меня, лебедь белую. Не все время... Так, сейчас... Не в кое время пригожусь и тебе выходила она на крутой бережок, обвернулась душой красной девицей. Сохватал девицу за белые ручки и целует ее в уста сахарные. Авдотьюшка Лиховидьевна в топоры больно его уговаривала. А ты поток, Михаил Иванович, хотя ты на мне и женишься, но кто из нас прежде умрет, второму за ним живому в гропоте. Вот такой свадебный контракт она предлагает ему перед поцелуем. А почему она везет в дочь? А потому что так. В основном она лебед... Она в данном случае лебедь белая, но имя у нее Авдотья Лиховидьевна. Ну, так вот. В данном случае она переворачивается то лебедью белой, то Авдотьей. В другом случае, мы будем читать, она будет Марий. Так, теперь жены. Мария лебедь белая становится женой. И вот по краткому пересказу князь отправляет героя с поручением в другую землю. Во время отсутствия героя его жена лебедь умирает. Он об этом узнает, возвращается в Киев, дает себе похоронить вместе с женой. В склепе появляется змей, потык с ним бьется и получает от него снадобье, при помощи которого оживляет жену, и жена становится еще и бессмертной. Ну, жена сама превращается в змею, герой ее убивает, жена уходит к наземному королю. Жена опаивает героя ядом, зелем, зарывает в яму, превращает в камень. Тут без святителя Николая вообще никак. Тот оживляет Михаилу, превращая из камня в человека. Ну, и, естественно, герой убивает свою жену, тем самым утверждая, как мы помним, патриархатное устройство мира. Так, ну, да, пожалуй, что вот это вот... Я прочитаю, как проводит Марья первую ночь с Михаилой. В данном случае она опять обдочушка. Потеряешь ты... Илья Муромец предупреждает Михаилу, потеряешь ты за ей да буйну голову. А как стала тут находить да ночка темная, повалились тута спать в шатры полотняны, повалилась это спать Михаилушка с Авдотьюшкой, а как было все во самого полуночи. А как обвернула Авдотьюшка Михаила серым волкушком, а спустила бегать да по Чистополю, а как убежал-то Михаилова Чистополю, а как бегал-то Михаила по Чистополю, прибежал к Авдоте, к обелу шатру, обвернула его черным вороном, полетел Михаилушка да по темным лесам, а летал-то Михаилушка по темным лесам, а прилетел Михаила к обелу шатру. Обвернула Михаила белым горностайшком, а спустила бегать по подкореннице, а бегала Михаила по темному лесу да по подкоренницам. Прибежал Михаила к обелу шатру, отвернула Михаилушка от горносталика, а тогда Михаилушка в шатер спать лег жа. И крепко спал с того сустаточку великого. В общем, умаялся он за первую ночь. И на самом деле поразительно, как сказители сложным языком и очень красивым языком рассказывают о телесных опытах. То есть в принципе в рассказе что о Марье, что о, например, Катерине, с которым мы сейчас познакомимся, и отношениях мужчины и женщины, и сказителей мужчины, и сказительницы, но в большей степени мужчины, сложно говорят о интимном опыте. Вот Авдотьюшка в данном случае, конечно, произвела впечатление на Михаила. Дальше есть Настасья Микулишна, и это сюжет, известный по Одиссею, герой на свадьбе своей жены. Когда герой Добрыни уезжает, вроде бы ненадолго в командировку, говорит, ну если я не вернусь через три года, то подожди еще, потом еще подожди, она ждет его 18 лет. И только после этого решается выходить второй раз замуж. И это вот то обвинение в изменах, которое она изменяет через 18 лет, в общем. И сватается вроде как свой человек, Алеша Попович, при этом и Алеша запрещают свататься. И Настасья говорит, не иди за Алешу, у него глаза заведущие, руки загребущие, и вообще характер так себе, он только напуском смел, да, ну то есть только наглостью. Ну, Алеша тем не менее сватается, и в последний момент Добрыня появляется на свадьбе, и потом заявляет, здорово Алеша, женился, да не с кем спать. И вот эта вот фраза апофеоза, она становится такой пословицей, здорово, женился, да не с кем спать. Так, еще одна, это княгиня Апраксия, жена князя Владимира, или Апраксия Королевишна. Она, конечно, абсолютно коварная женщина, она пытается соблазнить калику, нищего, который с группой паломников движется в Иерусалим. Вот, и когда калик отказывается заниматься с ней любовью, она подкидывает ему драгоценность и обвиняет его в воробстве. Калик умирает казненным, по-моему, со своими же сотоварищами, а с княгиней ничего не происходит. Вот это вот властная женщина, которая, в общем, подставляет ничего. И есть вот такая прекрасная Василиса Микулешна, которая, сейчас расскажем про Василису Микулешну, это Ставрова молодая жена, и, может быть, кто-то из вас когда-то смотрел мультфильм Василисы Микулешна советский. Я сейчас к нему вернусь. Она переодевается послом, это вот ее образ посла, состригает свои косы и движется спасать мужа, который лишнего похвастал на перу. Другие женщины подозревают в после не совсем посла. И вот какие приметы женского. Она по двору идет, будто уточка плывет, а по горенке идет, частенько ступает, она лавится, усадится, коленца жмет, а и ручки беленькие, пальчики тоненькие, дюжины, из перстов не вышло все. Она сняла свои кольца, но следы от колец остались на перстах. И вот по этим следам можно опознать, что перед нами женщина. Но Василиса Микулешна побеждает во всех сражениях. И вот как она решает, что надо ехать спасать мужа в Киев. Владимир князь посылал послание милостливо, Ставр уже сидит в тюрьме, но Владимиру мало ради удовлетворения собственного тщеславия. А Ставр сказал, что у него, он похвастался чем-то за спиной у князя. По-моему, собственно, своей женой, что она слишком умная и обведет его вокруг пальца или своим состоянием. И вот Владимир посылает бригаду к Ставру Боярину, чтобы двор его запечатать, то есть его имущество забрать и взять в Киев молодую его жену. Жена быстрее соображает, что происходит. И она наряжается и скоро убирается, скидывает с себя волосы женские, надевала кудри черные, а на ноги сапоги зелен сафьян надевала платье богатое, богатое платье посольское и называлась грозным послом, грозным послом Василием Ивановичем и поехала с Великой Свитой как к городу, как к Киеву. Она, в принципе, выигрывает не только во всех мужских состязаниях и не боится, но ведет свою игру очень долго. Она в своем обмане ни в один момент не ведется на те ловушки, которые предлагаются на перу богатырям, и они начинают хвастать лишнего. Нет, она удерживает свою линию и сейчас удерживает свою линию, и только когда они скрываются со Ставром, выигранным ей в соревновании как хорошим гусляром за реку, она, наконец, раздевается из своего платья посольского, убиралась в платье женское, потом говорил таково слово «Гой ты, еси, ставер, веселый молодец! Как ты меня не опознаваешь? А до Селева мы с тобой в свайку игрывали. У тебя где была свайка серебряная, а у меня кольцо позолоченное, а ты меня поигрывал, а я тебе толды в силды». И только тут Ставер догадается, что-то я про эту свайку и про это кольцо припоминаю, и быстро скидывал платье черное и надевал на себя платье посольское. Да, ну и вот жена Святогора, та самая, которая ездила на голове Святогора в сундуке, да, она умудряется изменять мужу с Ильей Муромсом, но Святогор с Ильей убивают ее и братаются друг с другом. Катерина, жена Перемятая, эту женщину как раз Лора Ольсен приводит в качестве примера такого агентного, субъектного поведения. Чурила лишь пешка в ее игре. Чурила красавец, ради которого даже жена князя Владимира, из-за которого, засмотревшись на него, режет себе руки ножом случайно, потому что отвести глаз от этого чурила совершенно невозможно, он пленкович, потому что он щапленкович, а щапица – это щеголять, то есть вот он неимоверный щеголь. То, как щепленкович одевается, занимает обычно страницу сейчас в расшифровке былины. И на него заглядываются все там. Девки за забором бегают, а бабки, как старухи, посохи грызут от бессилия, что ничего с этим щепленковичем сделать невозможно. Катерина дает ему, знаете, он приходит к ней домой, и она играет с ним в хрустальные шахматы. При этом по правилам игры, если она проигрывает, то она ему платит какую-то сумму, а если… Ну, так это нормально вроде бы, проигрываешь – платишь. Но если она выигрывает, то она тоже платит. Вот, так три раза они играют. Вот, она все время проигрывает, она все время платит, а потом говорит, что-то мне надоело с тобой в шахматы играть, что-то у меня, видимо, как-то я не могу в шахматы играть. Вот, да, пойдем в теплую ложню. С щепленковичу деваться некуда. Это она предлагает ему пойти в спальню, и дальше приблизительно в половине сюжетов она, когда муж обнаруживает обман и обнаруживает Чурилу, он предлагает ей, что это тоже стандартная формула, бабий ум. Сейчас волос долог, а ум короток. Вот, так у нас вроде бы все устроено, поэтому во первую вину мужья прощают жен. Вот, но Катерина говорит, не надо меня прощать, я ни в чем не раскаиваюсь, я настаиваю на своем, да, Чурила мой, и раз он умер, то и я умираю, и убивает себя сама тут же. Вот, ну, в Чуриле-Пленковиче трупов может быть до пяти. В конце, да, это такая одна из самых мелодраматичных историй. Ну, и матери. Матери чаще всего, все матери, которые есть в блинах, это почестные вдовы, да, и честные вдовы – это те, которые хранят свое вдовство, да, не выходят замуж, и понятно, что это не только формула эпическая, но и формула социальная, да, то есть женщина, которая хранит вдовство, у нее куча репутационных бонусов в социуме, в деревенском или в традиционном, да, она вот патриархальная мечта. Но есть одна мать, которая абсолютно неправильная мать, поэтому ее как мать даже и не рассматривают, а чаще указывают как по любовницу Ильи. Златогорка – мать Сокольника, богатыря, и это ее сын от Ильи Муромца. Илья Муромец с Сокольником случайно встречаются в чистом поле и долго сражаются. В какой-то момент Илья признает сына и отпускает его. Сын не говорит спасибо, едет домой, убивает мать, возвращается, чтобы убить отца. И мы понимаем, что Илья Муромец тоже не без проблем в молодости, но у него только вот один такой эпизод. И мамель Фатима Афеевна или Афимия Александровна, это вот как раз правильная мать, почестна вдова, и мне очень нравится, что она действительно всегда знает, что какие опасности предостерегает сына и пытается их предостеречь. В случае с Василием Буслаевым она воспитывает одна богатыря, которая 12 лет собирает дружину, чтобы побороть всех мужиков в Великом Новгороде и действительно устраивает побоище. и только она знает, как остановить сына, что нельзя ни в коем случае заходить со спины, нельзя спереди заходить к лицу, потому что в ярости богатырь может не распознать, кто перед ним и убить его. Поэтому надо заходить со спины, окликать, и пока он будет поворачиваться, у него сознание может промелькнуть. И тогда вот уже можно поговорить и остановить. А вот поскольку крестный не знал, как быть с впавшим в ярость подростком, то крестного Василия Буслаев убивает, а вот мать умудряется его уговорить и даже в конце концов заточить в погреб. на некоторое время оставив мужиков в Новгороде на семена. Вот так формула звучит. Так, и даже Амельфа Тимофеевна, Амельфа Тимофеевна, она свекровь Настасьи, по-моему, то есть когда Добрыня уезжает в длительную командировку сразу после свадьбы, матера вдова Афимия Александровна должна дать ему благословение, он ее просит. Ехать в дальние орды немирные, дай мне благословение на шесть лет, еще в запас на двенадцать лет, и говорила ему матушка, на кого покидаешь молодую жену, молодую жену, молодую Настасью Николешну, зачем же ты дитятка и брал-то за себя, что не прошли твои дни свадьбенные, не успел ты отпраздновать радости своей, да перед князем расхвастался в поход идти. Ну, мне кажется, что для свекрови это просто образец на мудрой речи, знаешь, куда ты смотрел-то, зачем, да, девке жизнь портишь, вот, но тем не менее он говорит, что тогда и так уйду, вот, и теперь о том, что эти сюжеты, которые перед нами, на самом деле действительно нам неизвестны, да, вот я постаралась познакомить, и я все-таки уверена, что большую часть истории вы никогда не слышали или не обращали на них внимания, но, например, для Марины Цветаевой Маринка Кайдаловна это ее альтер-эго, да, та самая Маринка люта гроза, и по мотивам былины Добрыни и Маринка она пишет очень длинную, очень сложную по своему строению поэму переулочки, переулочки Игнатьевские, и посвящает Алексею Александровичу подгаяцкому Чебурову на память о нашей последней Москве и понятно, что эта последняя Москва была полна разнообразных впечатлений, раз она мыслит этот роман как роман Добрыни и Маринки и что она проделывает это рассказ об этой истории со стороны Маринки а не видел ли млад не вемо что а не слышал ли млад не знамо что в белохрущитых громких платьицах в переулочках тех Игнатьевских свет до свету горит должна требу творит богу жертву кодит с дуба требует в общем не тому богу она творит жертву и рассказ о Маринке это способ рассказать о своей силе предъявить эту силу и тем не менее Маринка и Марина Цветаева апеллируют к силе волшебства и ретничества и колдовства для них важно что они черпают силу оттуда из потусторонних сил но меня поразило что единственный мультфильм который единственное произведение кроме вот этих переулочков которые носят имя женского персонажа это Василиса Микулишна я страшно удивилась что это так по мотивам Блины Ставра Годинович пока не увидела имя сценариста сценарист Виктория Токарева и она переделывает этот сценарий так чтобы рассказать о женской истории о истории с женской героиней а вовсе не проста Варгодиновича который пассивный объект Василесиных усилий и спасения и вот тут вот наверное самое время перейти к тому что вообще-то сюжеты которые существуют в указателях это лишь повод для сказителей рассказать о своем как формалисты говорили о том как фабула превращается в сюжет там можно просто хронологически рассказать события и даже когда мы просто рассказываем мы все равно привносим какую-то оценку но если добавлять своих формул своих названий своих акцентов у каждого сказителя получается своя история и эта история зависит от их личного опыта от их жизненных обстоятельств и как ни странно но сколько мы не занимаемся на занятиях по анализу традиционного текста с коллегами разными вариантами одного сюжета это каждый раз получается разная история и сейчас я расскажу одну историю которая меня поразила этой весной это история про Анну Михайловну Пашкову сказительницу которую в 39 году записали в научно-исследовательском институте Карелло-Финской ССР в Петрозаводске а в 41 году был издан том былины Пудожского края представьте что в 39 году во время финской войны где-то собирают былины практически на линии фронта и Анна Михайловна в свои 70 с небольшим живет у дочки в Петрозаводске в домике который остался от дочки в 37 году она услышала что былины принимают в институте двух стариков в лавке расспросила их и отправилась сдавать известное ей наверное за былины платили или во всяком случае она рассчитывала на то что будет какая-то плата и Анна Михайловна в конце концов даже стала членом союза писателей Карельской союза писателей Карелии и то что сказители получили от нее поразило их воображение все былины которые от нее записывались по размеру превосходили не то что записанные в этот раз а в принципе это варианты самые объемные по количеству стихов по развернутости по внятности сюжета в 33 году после смерти мужа который был раскулачен она переехала в Петрозаводск на постоянное жительство былина слышала еще в детстве от тетки от старика нищего который знал много былин но сказывать она особо не сказывала и говорила собирателям что она сказывает былина они поет у меня голоса нет а был бы то пела бы на всю волость кроме того стыдом считали девки стихи петь только великий пост когда обычные песни по словам Пашковой запрещалось петь девушки пели исторические песни об Иване Грозном и духовные стихи былина Михайла потык сын Иванович записанная от Анны Михайловны содержит рекордные для этого эпического сюжета 1143 строки и сопоставимы по размеру с объемами записи от Марфы Семеновны Крюковой другой звезды русского эписа были накомпозиционно безупречно все мотивы которые возможно утроены причем утроены с вариациями сюжетное воплощение полно чудесными деталями но то что нас поразило когда мы читали этот вариант с коллегами в университете это не то что мифологические мотивы побивания там подземной земли и прутьями или вот это соумирание супругов и строительство какой-то невероятный могильный могильного устройства с колоколом который проводится наверх что если они вдруг оживут чтобы позвонили и тогда они их вытащили нет но конечно прежде всего мы искренне веселились над поразительной необучаемостью главного героя то есть Марья там им рулят во все стороны а Михаила каждый раз просыпается говорит что было что произошло это мы сейчас узнаем потом Марья поражала хитростью своих приемов и в третьих Марья странно себя вела очень по-разному в девичестве и в замужестве в девичестве Марья проявляет редкую смелость и свободу она первая высматривает пришедшего к стенам отцовского государства Михаила она напрямую отпрашивается погулять у отца причем погулять на три года и получает разрешение вот она взяла трубочку подзорную и во чистом поле увидела белой шатер а у шатра стоит да богатырский конь а родимый ты мой батюшка славный царь во хроме и во хроме у тебя была мне дана волюшка а мне вольная была свободушка гулять по тихим да по заводьям три года гуляла я белой лебедью а родимый ты мой батюшка теперь дай-ка мне вольную волюшку погулять сходить в очистополе ненадолго на три годечка говорит в хроме и в хроме ты любимая дочь да Мария лебедь белая а ходила ты гуляла ровно три года не принесла ты батюшке да худой славушки поди погуляй да в очистополе только Мария да лебедь белая возьми мамушек бери нянюшек да верных своих служанчик ну то есть и поражает свобода да что дочка легко просит а отец легко дает ей волю да и это возвращает нас к моей январской теме про то что невесты девушки имели поразительную экономическую и психологическую эмоциональную свободу по своему статусу тут Мария лебедь белая с родным батюшком прощается гулять в очистополе отправляется берет она с собой мамушек и нянюшек своих верных служаночек выходили они да в очистополе а там Мария да лебедь белая недороженькую пошла отареную а прямо шла травушкой шелковую а эти мамушки да нянюшки да в отраве то они заплетаются позади да они да оставляются да кричит Мария вот так она уходит от погони а тут Мария лебедь белая увидала довольную молюшку свою великую свободушку богатырскому шагу прибавила а не в долгую пору времечко приближалась к шатру Белопавлу Лодниному а Михайло Патыкс Иванович крепко спит не пробуждается в общем еле богатырский конь разбудил Михайло да и он Михайло выскакивает в одной рубашечке без пояса в одних чулочках без чоботов что предлагает Мария а ты здравствуешь удалый добрый молодец ты скажи мне да не утай себя ты какой земли да какой орды какого отца да какой матери я вот из царства да в охране и в охране че честна дочь Мария Лебедь белая и продолжает ты Михайло Патык сын Иванович ты возьми ко меня да вы товарищи только у меня нет добра коня и нет сиделышка черкасского да Михайло Патык не знает таких отношений с женщинами как это женщину взять во товарищи и он так скромно говорит а ты Мария да лебедь белая а я по сие времечко не женат живу ну на всякий случай да то есть вот про товарища ничего не знаю а вот ну и Мария говорит ну да тогда вот я три года богу русскому молилась чтобы быть в замужестве да святороском и тут же пытается Михайло поцеловать ее в уста сахарные а она говорит нет Михайло Патык сыкон Иванович не целует двуста сахарные двуста двуста мои есть поганые да она еще не крещеная так что сначала мы поедем в Киев покрестимся после этого повенчаемся ну и они быстро венчаются вечером и тут же она просит вот эту вот самую заповедь великую про то что если помрет раньше мужа то чтобы он с ней ложился в гроб и тут Марья Лебедь становится женой и вся ее открытость высказывания своих желаний хочу идти гулять хочу быть твоим товарищем да всю жизнь мечтала быть женой да святороской как рукой снимает и сначала вот она умирает часто она умирает от того что муж где-то шляется да однажды она умирает от ревности он не просто шляется а она видела как он с кем-то там разговаривал и когда Михаила честно сражается в подземелье со змеями и вытаскивает ее на свет белый про нее пошла слава великая что она есть прекрасная да бессмертная и тут ее цена на почему-то матримониальном рынке вырастает невероятно то есть все короли да королевичи цари и царевичи решают что надо бы за нее посвататься хотя она жена продолжает быть Михаилу Патыку и пока Михаилу Патык опять куда-то уехал за ней приезжает сейчас ой-ой-ой да за ней приезжает вахрамей который говорит что во-первых Михаила помер и он точно видел как он помер а во-вторых не плачь комария безбелая о смерти своего супруга ты за Михаила это жила портомойницей портомойницей да поломойницей ты поди комария его супружества за меня Василия Акулова и тут ты будешь мне царицу тут Мария лебедь белая допольстилась и согласилась ну в общем сложно не польститься да сменить свой статус портомойницей на царицу и уезжает вместе с новым мужем его царства каждый раз когда Михаила Патык обнаруживает что жены нет он обращается к своим друзьям и те говорят жена уехала она вышла замуж за Василия Акулова и тактика Марии меняется наступает время ее хитроумия по сюжету Михаила Патык трижды разыскивает уехавшее жено трижды Мария опаивает его зеленым вином забвение и сначала просто бросает спящим второй раз оборачивает серым камнем третий прибивает его безвольное тело с наружной стены своего нового царства но встречает она нагнавшего ее в очередной раз бывшего мужа без раздражения ни разу Мария не поступает так как поступала в девичестве прямо сообщая своей набережной я замужем да у меня новый муж отстань от меня нет в первый раз она радуется мужу второй сетает на свое подневольное положение в третье просто оказывает ему гостеприимство ну и радости сетования и гостеприимства мнимые она трикстер обманщик да причем трикстер очень успешный успех Марии Лебеди Биллы настолько не сомненен что ее мнимое сетование ведется даже собиратель и следователь Былин Алексей Марков в статье бытовой строй русских Былин он описывает бесправное положение женщин как раз цитирую Маринина сетование цитата хорошо передает бесправное положение жены пленницы слова вложенные в уста королевны жены потыка нас куда ведут мы туда идем нас куда везут мы туда едем сама она при этом уже давно едет туда куда хочет и делает то что желает но Мария в этом эпизоде когда говорит эту фразу вводит супруга в заблуждение мол я лишь заложница своего положения мы же видим что Мария активно действует но сменила тактику теперь она действует не тактиками сильных прямым предъявлением своих желаний а тактиками слабых она хитрит и обманывает потыка говоря то что он хочет и может услышать и Марков и Потык принимают ее слова за чистую монету жена знает что бывший муж не откажется от поднесенной чарки что не устоит перед высказанной радостью и сетованием бессилия и не устоит перед гостеприимством Мария последовательно хитрит она ловко обводит вокруг пальца не только самого Михайла но и его дружков она их быстро распознает и добру и Илью и будучи колдуньей и ритницей как говорят сказители Мария тем не менее ведет себя не так как Маринка а так как ведут себя ортодоксальные жены при мужьях самодурах получая свое исподволь и теперь вернемся к судьбе Анны Михайловны Пашковой она рассказывает о себе одевали меня хорошо а жемчужна поднязь была штофные сарафаны да парчевые душегреи вот ровно так как описывают да Марью когда она в жемчужном скатном чем-то на голове по озеру плавает мне еще не исполнилось 16 лет как замуж сватали если бы тот посватывал который был мой ухажер так может и вышло бы а тут из чужой волости приезжали до 20 годов я дожила девушкой как стало мне 20 лет так наша вся деревня сгорела в апреле у меня много нарядов сгорело ничего не осталось я думала подумала стали сватать и пошла замуж понаслышке слышала что он богатее меня а дома не видела а старше он у меня был на 8 годов семья была 12 человек одна изба и черная печь ну тут я и хватануло горя все плакала домой не спускали и скучала я похудела тут и забеременела к тому же дома у нас тетка Ксения много былин знала много песен старинных и сказок а в новой семье никто не пел ни стихов ни былин ничего ее брак был вынужденным и очень рациональным выбором чтобы облегчить жизнь своей семьи Анна Михайловна не могла позволить себе сказывать былины при супруге муж не любил и не давал петь былины поэтому от известного сказителя Коношкова с которым они вместе рыбачили никогда былин не слыхала муж ему слово вымолвить не давал поэтому в молодости Пашкова пела былина только про себя когда оставалась одна а после замужества когда за больным сыном ухаживала но за свою жизнь она узнала как нейтрализовывать своего вольничающего супруга получающего и запрещающего жизненный рецепт прост усыпить бдительность и сделать по возможности по своему потеряв мужа и совместное нажитое хозяйство сказительница смогла наконец позволить себе продемонстрировать свое знание ценителям она нашла своих слушателей но только в конце жизни стоит ли удивляться что женское исполнение былины следователи считают признаком распада традиции подменяя объект распада распадается не традиция распадается сам жизненный уклад и мир в грамматических обстоятельствах крестьянской истории 20 века у женщин появилась возможность говорить то что они знали но что у них до этого никто никогда не спрашивал уничтожение класса мужчин хозяев помним что мы уже раскулачили в 33 году дало их женам право голоса думаю что никто ни мужчины ни женщины не хотели бы платить за дар женского слова уплаченную цену былина Михаиле Патыке в исполнении Анны Михайловны Пашковой представляет арсенал женских хитрых тактик и недаром управа на трикстера Марья находится только в лице другой женщины в конце концов Марья побивает ее своячница своячница подсказывает Михаиле как справиться с Марьей встречает победителя низким поклоном победителя Михаилу демонстрируя мнимое подчинение и тут же получает предложение замужества от Михаила который немедленно принимает Михаила женится на своячнице своей жены ну то есть это дочка ее нового мужа и вряд ли богатырь понимает что новая жена опять умнее его теперь да ну и необучаемость Михаила это конечно отдельная история он принимает все время за будущее зелье которое отбивает у богатыря память не давая сформироваться опыту раз за разом он преследует Марию и каждый раз попадает в ловушку мнимого благорасположения а его друзья Илья и Добрыня тоже не выполняют функцию внешней памяти говорят умел жену взять так умею удержать не умел удержать умея искать и отказываются ему помогать в этом да как пишет Мишель Десерто в изобретении повседневности многие повседневные практики говорить покупать готовить принадлежат тактическому типу то есть типу когда нам предлагаются какие-то стратегии ну вот то что есть в ассортименте магазина да вот лишили нас сыра ну придумываем как раздобыть этот сыр да лишили там не знаю каких-то привычных товаров по воле менеджеров ну и ищем какую-то замену это тактики да то есть есть стратегия есть чья-то воля нам надо проявлять тактики такими же являются если говорить шире продолжая для сирто множество других способов делания победы слабого над сильным над властями болезнью насилием над существующим порядком вещей ловкие проделки искусстве делать ходы хитрости охотников маневрирование и разнообразные симуляции это все тактики слабых способы осуществления подобных действий восходят древнейшим видом знания и греки называли их метис вот одиссей он был как раз из этих из хитрых из хитроумных он умудрялся обходить сильные ситуации мы видим как повседневные тактики в семье и тактики персонажа в женском исполнении демонстрируют удивительную замортность у них есть рамка патриархальный мир да и это почти онтологическое устройство мира так с ним ничего не поделать фаблы превращаются сказителем в уникальные сюжеты приятница женой изменится про подлую служанку про самодуру мужа про своевольную дочь Анна Михайловна сказывает длинную блину о жене Михаила Патыка рассказывая о своих навыках жизни в семье где у мужа есть полнота публичной власти но арсенал хитрых тактик позволяет жене сохранять свои желания и свои чувства и тем самым сохраняя саму себя в результате она проговаривает историю про смелую но несчастную любовь про активную хитрую жену на которой находится право в виде более хитрой и более молодой женщины спасибо спасибо аплодисменты Продолжение следует...